В общем, 50 желаний минимум. Причем, следующее задание. Мало вот эти 50 желаний написать и на этом успокоиться. Полезно список этих своих желаний пополнять все время. Причем пополнять по какому принципу? Принцип номер один. Каждый раз, когда у вас сбылось хотя бы одно желание из вашего списка, в него нужно дописывать минимум два новых. Это первый принцип. И второй. Список ваших желаний должен пополняться каждый день. Ну, хотя бы на 2, на 3, на 4, на 5 новых желаний. Эти желания не на конкретный срок или дату, просто желания, что бы вы хотите, чтобы вас порадовало. Будет ли это сегодня, через месяц или через год, что оно вас обязательно порадует? Здесь есть один очень важный критерий. Каким образом можно отличить истинные желания, то есть желания, которые на самом деле ваши, то, что на самом деле хотите вы, от желаний, которые вам благополучно кто-то в голову законопатил методами, не знаю, то ли НЛП, то ли эриксоновского гипноза, косвенных внушений или любым другим способом. Истинные желания имеют всего два критерия. Первый. Первый критерий. Истинные желания относятся лично, персонально к вам. То есть в ваших истинных желаниях есть вы, как физическое тело. Если в вашем желании вас, как физического тела, нету, это обманка. Это кто-то вам вбил в голову свое желание. То есть, в общем, не может быть истинным желанием, чтобы, не знаю, там, тучи наползли на город Ваделупа, когда вы там сидите в Москве или в Санкт-Петербурге. Это критерий номер один. То есть истинные желания относятся лично, персонально к вам. И второй критерий. Истинные желания переживаются лично вами в момент постановки цели радостно. То есть вы представляете, что у вас это будет, и вам хорошо уже прямо сейчас. Не потом, через 50 тысяч лет, когда это желание сбудется, а когда вы представляете, что у вас это произойдет, и вас начинает передвигать, да, это было бы здорово, хочу, 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 дайте две. Вот желания, только желания, которые удовлетворяют этим двум критериям, на самом деле являются истинными, то есть вашими. То есть теми желаниями, которые являются именно вашими, а не внушенными со стороны окружающих. И мысль очень простая, но, поверьте мне, она поможет вам сэкономить огромное количество времени, сил, денег, энергии, когда вы будете сомневаться, а хочу ли я этого. Просто пройдитесь по этим двум проверкам. Проверка номер один. В этом желании вы, как физическое тело, есть, да, нет. Если нет, сразу выкидываем. Если есть, как физическое тело, радует ли вас это желание? Если радует, да, отлично оставляем. Если нет, выкидываем. Потому что... Продолжение следует...